Ядерный шантаж – семейный бизнес северокорейских диктаторов, моривший свой народ голодом. Начинал дедушка, выбивший свой атомный комплекс, созданный СССР из-под контроля МАГАТЭ. Совершенство достиг папаша, размахивавший ведром с ядерными помоями и угрозами, заставивший Запад снабжать пхеньян в порядке гуманитарной помощи энергоресурсами, жмыхом для населения и изысканными явствами для него самого. Для Кимов это был прежде всего бизнес. Кроме того, сказалось тщеславие, желание обратить на себя внимание окружающих, чтобы казаться в их глазах значительными. Все что угодно, но только не стремление режима защитить себя от некой внешней угрозы. Такой угрозы для режима КНДР просто не существует, вернее не существовало до самого последнего времени, пока ее не создал наконец своими упорными усилиями сам Ким Третий. Нападение на Северную Корею логически и политически невозможно без согласия и без активного участия Кореи Южной. Политический класс Южной Кореи примерно поровну разделен на левых и правых. Левые, как это и принято у полезных буржуазных идиотов, иногда с некоторой симпатией, но на расстоянии, конечно, относились к режиму Кимов, видя в нем воплощение своих девичьих марксистских грез, а социальной справедливости достаточно лояльна. Правые до 1990 года действительно подумывали иногда о возможном, когда-то в светлом будущем воссоединение Кореи. Но опыт объединения Германии, за которое западным немцам пришлось заплатить громадную экономическую, а восточным психологическую цену, отрезвил корейцев. Ведь по сравнению с двумя Кореями ГДР и ФРГ были однояйцевыми близнецами, западно-германское общество переварило в конце концов восточно-германское со всеми его проблемами. У Южной Кореи такого потенциала сейчас попросту не существует. Никакой внешней угрозы для Пхеньяна не существовало, но в то же время никто из членов святого семейства Кимов не мог чувствовать себя в безопасности. Никакие гарантии, клятвы, подписанные договоры, искренние заверения проклятого Запада не могли предоставить северокорейскому режиму безопасность. Брата Кима отравили едва ли не в прямом эфире. Дедушку Кима не то расстреляли, не то отдали на растерзание псам. Легли бы чуть иначе дворцовые расклады, та же участь могла бы постигнуть и самое верховное божество. Таковы профессиональные риски любого диктатора, и никакими ядерными арсеналами эти риски не сняты. Чем же тогда объяснить столь бурный взлет корейско-ракетно-ядерной программы, как технической, так и концептуальной, в последний год-полтора. Каким образом талантливые северокорейские ученые стремительно берут один за другим барьеры, на преодоление которых и у американских, и у советских коллег уходили годы? Межконтинентальные ракеты, водородная бомба. В результате Пхеньян громко заявляет новую стратегическую цель, объявляет о способности уничтожить водородной бомбой американский мегаполис. Как они говорят, избить США до смерти, как бешеную собаку. На какую реакцию Вашингтона следует рассчитывать после такого рода заявлений? Ну, примерно вот на такую, видимо. Цитата. Если кто-то хотя бы попытается использовать средства, сопоставимые со средствами массового уничтожения в отношении нашей страны, мы будем отвечать мерами адекватными угрозе. По всем местам, где находятся террористы, организаторы преступлений, их идейные и финансовые вдохновители, подчеркиваю, где бы они ни находились. В таких случаях, и я это официально подтверждаю, мы будем наносить удары, в том числе превентивные. Нет-нет, это не президент Дональд Трамп и не его министр обороны Джеймс Мэттис. Это цитата президента Владимира Путина и его министра обороны Сергея Иванова. Их заявления сделаны, соответственно, 22 сентября и 28 октября 2002 года. А ведь Путина и Иванова в 2002 году никто не угрожал забивать, как бешеных собак. Они просто так, на всякий случай, предупредили. Впрочем, почти все американские леволиберальные средства массовой информации, так дружно клеймившие Трампа за путинофильское настроение, теперь начали хором повторять навеянные им из Кремля тезисы по корейскому вопросу. Смысл таков. Северокорейцы вынуждены были создать ракетно-ядерный потенциал. Чтобы обеспечить свою безопасность, в корейском кризисе нет военного решения. Надо смириться с реальностью, согласно которой Северная Корея ядерная держава. И точка. Дескать, ничего страшного и ничего нового в этом нет. Научились же мы, американцы, жить с ядерным СССР, а затем и с ядерным Китаем. Это ложь почти убедительная для непрофессионала. Но профессионалы знают, что ядерные пары СССР-США и Китай-США стабильны, потому что каждая из сторон в этих парах обладает возможностью второго удара. Поэтому даже в острой политической ситуации ни у одной из сторон не будет стимула для того, чтобы наносить удар первым. Возможная же ядерная пара КНДР-США предельно нестабильна. У КНДР в обстановке кризиса всегда будет стремление поскорее ударить своим ограниченным ресурсом, пока противник его не уничтожил. А у США ликвидировать этот ресурс, пока они действительно не потеряют несколько миллионов жителей одного из своих мегаполисов. Кроме того, признание американцами КНДР ядерной державой в законе и переход в отношениях с ней к политике взаимного сдерживания означал бы автоматический отказ США от обязательств по отношению к своим союзникам Южной Кореи и Японии. О каких гарантиях безопасности может идти речь, если в случае нападения ядерной КНДР на Южную Корею американцам придется выбирать между Сеулом и Сан-Франциско? Об этой неспособности защитить своих союзников, как уже о свершившемся факте, с восторгом вещают российские пропагандисты на своих сборищах нечестивых. Радуясь, что стратегическая немощь США будет замечена и их европейскими союзниками, и не способная больше полагаться на американские гарантии безопасности, Европа вынуждена будет договариваться с Великим Путиным. Эта телевизионная вакханалия с головой выдает, кто может стоять за «невероятным прогрессом» в кавычках Ким Чин Ина. Россия, которая сама является опытным ядерным шантажистом, конечно. Кремль соблазняет Пхеньян пьянящей перспективой сделать Японию и Южную Корею беспомощными защитниками. В этой связи Путин постоянно и с большой озабоченностью напоминает о растущих возможностях КНДР, о северокорейской артиллерии, около тысячи установок, сосредоточенной вдоль демилитаризованной зоны и способной уничтожить Сеул. Не очень убедительный шантаж. Если уж США решатся на превентивный удар по ядерным объектам Пхеньяна, то у них найдутся и дополнительные томогавки для одновременного уничтожения и всей этой артиллерии. В этом можно не сомневаться. Конечно, элемент риска присутствует в любой военной операции, но не Путину и не американцам, а прежде всего южным корейцам решать, готовы ли они пойти на этот риск. Судя по заявлению президента Корейской Республики Мун Шеина, готовы. Еще неделю назад убежденный либерал Мун говорил о необходимости конструктивного диалога с дорогими соотечественниками, а на этот раз заявил о возможном уничтожении КНДР в случае продолжения ею безрассудных провокаций. Риск совместной США военной операции представляется сегодня корейцам меньшей опасностью, чем перспектива остаться один на один с ядерным маньяком. На самом деле генштабистов в США и Южной Корее гораздо больше, чем северокорейская артиллерия на границе, беспокоит другой сценарий. Возможность после успешного ядерного удара и физической ликвидации Ким Чен Ина вляпаться в ремейк кровопролитной войны 1950-1953 годов. Китайцы обязательно вмешаются в такую ситуацию, как вмешался Китай в 1951 после провала агрессии Ким Ир Сена, разгрома северокорейской армии и взятие Пхеньяна войсками ООН. Их тогда совершенно не устраивала Единая Корея под американским влиянием на их границе. Не устраивала в 1951, не устраивает и в 2017. Но есть фундаментальная разница в ситуации на Корейском полуострове, и эта разница позволяет США и Китаю найти обоюдное решение, устраивающее всех. Они о нем, как я полагаю, уже задумываются, но пока еще стесняются в этом признаться. Ни Южная Корея, ни США не стремятся к объединению Корейского полуострова, но им очень нужен безъядерный статус этого региона. Китай хочет сохранить свое влияние на Северную Корею, которую он рассматривает как своего рода буферную зону. Нетрудно заметить, что стратегические цели США и КНДР здесь вполне совместимы. После того, как Вашингтон и Пекин достигнут взаимопонимания относительно целей и методов разрешения корейского кризиса, сценарий его достижения станет чисто технической задачей. Уже не опасаясь перспективы появления у себя под боком объединенной Кореи и американских войск в придачу, добрый китайский следователь сможет значительно увеличить свое экономическое и политическое давление на Пхеньян. Если этого будет недостаточно, то злой американский следователь, уже не опасаясь перспективы военной конфронтации с Китаем, сможет позволить себе использовать и силовые аргументы. Так или иначе, у власти Пхеньяне окажется прокитайское правительство, которое откажется от ракетно-ядерной программы своих предшественников. В качестве дополнительного бонуса для китайцев Южная Корея в ответ откажется от развертывания на своей территории системы ПРО. Исторически подкованный читатель заметит, что этот план напоминает Мюнхенский сговор, пакт Молотова-Риббентропа, Ялтинский раздел Европы, и будет неправ. Уникальность корейской сделки Китая и США в том, что в ней не будет странной жертвы. Южная Корея избавляется от смертельной опасности и получает больше возможностей для гуманитарных и экономических контактов с Севером. Для северокорейцев коммунистическая диктатура китайского разлива покажется благодатной оттепелью по сравнению с Кимами. Именно такая социальная барокамера необходима этой стране лет на 20-30, прежде чем новое поколение задумается об объединении с Южной Кореей. Андрей Пянтковский